Богородица 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 Вокруг тебе, о Богом, мать, яруно сохранишь и нас, и покрыешь и веки веков. Аминь. Достойно, достойно есть величать и тебя, Богородице, честнейшую Керувим, и славнейшую Бессравдевья Серафим. Дорогой Отец-Настоятель, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником. Сегодня приход всех скорбящих радости празднует особое событие, явление иконы Пресвятой Богородицы, которая именуется «Всех скорбящих радости». Для нас, православных христиан, это действительно радость и праздник. А для людей, которые далеки от Церкви, которые не приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, или на пути к принятию этого величайшего дара Божьего, схождения на землю Сына Божьего, очень часто удивляются тому, что происходит в нашей Церкви. Многое для людей далеких от Церкви непонятно, что у нас происходит. Мы празднуем память святых мучеников. Смерть святых мучеников для нас является праздником, а для людей далеких от Церкви это совершенно непонятное явление. Да многое, что у нас в Православной Церкви является торжеством и праздником для людей далеких от Церкви, это непонятное явление. И многие свое недоумение оправдывают тем, что вот вы говорите, что якобы Христос Спаситель пребывает с вами во все дни до скончания века. А посмотрите, что происходит в истории Церкви. Страдания, гонения, мучения, а вы говорите, что с вами Бог. Где же Он, если такое попускает в жизни Церкви? Но на самом деле такие вопросы были даже у святых апостолов. Помните Гефсиманский сад и молитву Христа Спасителя, когда Он, выходя навстречу тем, кто пришел Его взять под стражу, остановив руку апостола Петра, который своим мечом усекнул или отрубил ухо одному из воинов, сказал, «Царство мое не от мира сего». Если бы оно было от мира сего, то я упросил бы своего Отца, и Он послал бы двенадцать легионов ангелов. Но я этого не сделал, говорил Христос Спаситель, потому что Царство мое и не от мира сего. Действительно, ветхозаветные люди надеялись, что придет Мессия и восстановит Израильское Царство на земле. И пришел Мессия, но Он говорит о Своем Царстве не здесь на земле, а в загробном мире. И вот если мы только примем это за постулат нашей веры, за основание нашей веры, то тогда все, что происходило в истории человечества, в истории христианской Церкви, становится совершенно понятным и очевидным. Ну и, конечно же, обещание Христа Спасителя, который говорил, «Создам Церковь и врата Адовы не одолеют ее». Две тысячи лет существования Церкви на земле являются ярким подтверждением исполнения этих слов. Какие были гонения в первые три века на всех христианах. Однако же христианство сохранилось. И не только сохранилось, но и приумножилось. Гонения 20-го столетия на нашей благословенной русской земле могут потрясти каждого человека и его сознание. Казалось бы, вся государственная машина обрушилась на Церковь Христову. Гнали христиан, не только епископов и священнослужителей, и простых верующих людей уничтожали, ссылали, расстреливали. И, казалось бы, все должно было остановиться, прекратить свое существование в Церкви. Но нет. Церковь, как Феникс, воссияла и воскресла для новой жизни. И мы с вами являемся теми, кто чтит Иисуса Христа как Сына Божьего, Мессию. И действительно, Его слова исполняются. Врата адовы не одолеют Церковь Христову. И, мало того, Господь дает верующим Своим особое благословение, особый дар. Он, Свою Матерь, Пресвятую Деву Марию, которая послужила величайшему таинству Бога воплощения, Он за ее причистую и преблагословенную жизнь даровал особый дар помогать всем, кто будет верить в Него, в Сына Божьего, в Мессию. И по молитвам Пресвятой Богородицы Господь неспосылает особый дар всем верующим в Него. И мы с вами сегодня празднуем явление иконы Божьей Матери, именуемой всех скорбящих радости. Для нас, верующих во Христа людей, скорби – это благо, это милосердие Божие, это особый дар Божественный. И совершенно не случайно многие подвижники благочестия говорят о том, что скорби, печали, страдания – это не наказание Божие, это дар Божий, который очищает душу каждого человека, кто верит во Христа. Конечно, тяжело переносить скорби, но мы имеем и особое утешение Божие, которое говорит каждому верующему во Христа о том, что Господь, если и попускает какие-то скорби, то и подает силы и благословения, и благодать переносить эти скорби. Главное, чтобы была вера, главное, чтобы было терпение и надежда на Бога. Господь не дает человеку Креста сверх силы человеческих, а если и попускает испытания, то они очищают душу и тело человека. И человек, перенося все скорби и печали со смирением, с терпением и надеждой на Бога, преображается, становится чистым, становится более совершенным и способным войти в небесное Царство Божие. Господь любит своих людей, свое творение, свое создание и дает каждому возможность войти в свое небесное Царство. Он приглашает всех, но не все откликаются на этот призыв Божий. Кто-то подвергает сомнению и, может быть, даже и скепсису тому, что происходит в нашей жизни. Да, действительно много непонятно для нас, что происходит в нашей жизни. Но мы верим, что Господь, как чудолюбивый Отец, все делает в этой жизни земной, для человека, во славу Божию и во спасение каждого, кто верит в Бога, кто желает войти в Его небесное Царство, кто доверяет свою жизнь Богу и вверяет ее в руки Божии. Мы не подвергаем сомнению тому, что скорби бывают во славу Божию и во спасение наших душ. Главное, чтобы была искренняя вера. Ведь можно провести параллель с нашей обыденной жизнью как дети. Они ведь настолько верят своим родителям, особенно в самом раннем возрасте. Они все доверяют своим родителям, маме, папе. Они ведь не подвергают сомнению или, может быть, критике какой-то, почему папа или мама со мной так поступили. Правда? Ведь ребенок не спрашивает. Если мама и папа что-то делают для ребеночка, то ребенок тянется все равно к своим родителям, потому что понимает, что они являются хранителями его жизни. Они дали ему жизнь. Они кормят, питают, греют ребеночка и дают ему возможность созревать, не подвергая критике тому, что происходит, может быть, в семейной жизни. Так и во взрослой жизни не следует подвергать критике всем скорбям, которые встречаются на нашем жизненном пути. Если Господь попускает этим скорбям, мы должны, как дети маленькие, говорить, Господи, слава Тебе за все. Если, Господи, случаются какие-то со мной скорби, печали, то Ты же это делаешь во славу Твою и во спасение моей души. Если будет такое настроение, то все печали, все скорби житейские, они будут ничтожными для каждого, кому встретятся они на жизненном пути. Мы сегодня празднуем особый день явления иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости, которые на протяжении вот уже более трех столетий являются для всех верующих людей особым знаком присутствия в нашей жизни самого Господа и Спасителя. Являются свидетельством того, что Пресвятая Богородица, как обещала своим сподвижникам, святым апостолам, что она будет с ними и со всеми христианами во все дни жизни человеческого бытия. Она с нами и сегодня. Главное, чтобы мы не потеряли и не утратили веру. Главное, чтобы мы не потеряли надежду на Бога. Она с нами. А если что-то и не исполняется по нашей молитве или по нашей просьбе, то значит, еще не пришло время. Мы радуемся тому, что с нами Бог. Мы радуемся тому, что Пресвятая Богородица не оставляет мир, что она постоянно пребывает с нами. И мы сегодня прославили ее в надежде на то, что она и в будущее время будет окормлять всех верующих во Христа людей. Она будет и в будущее время, как и сегодня, и в предыдущие годы и столетия, предстоя пред Престолом Божиим, молиться о каждом человеке, который ищет путь ко спасению. Я сегодня радуюсь этому великому событию, благодарю Бога и всех вас за ваши святые молитвы, что мы с вами сегодня собрались в этом храме прославить Бога и поблагодарить Его за великий дар, который Он подает всем верующим в Него людям. И Матерь Божия благословляет, окормлять, опекать и помогать всем, кто пребывает в скорбях и печалях. А мы будем продолжать молиться и просить Ее, чтобы Она заступница Небесная, Царица Небесная, Матерь Божия, которая действительно является Матерью всего рода христианского, чтобы Она и сегодня, и в будущее время молила Своего Сына и Господа, чтобы Он делал все для нашего спасения и возможности войти в Его Небесное Царство. Уже здесь, на земле, Матерь Божия проявляет Себя и подает особую благодать и милость всем верующим во Христа людям. И мне сегодня хочется пожелать, чтобы молитвы Пресвятой Богородицы постоянно пребывали пред престолом Божиим и о нашем приходе, и о каждом из нас, кто чтит Ее Божественного Сына и Господа. Аминь. Для меня сегодня еще большая радость огласить грамоту во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви Христовой и в связи с 70-летним со дня рождения настоятель храма, прихода иконы Божией Матери всех скорбящих радостей, братерей Игорь Крастелев, награждается орденом Белорусской Православной Церкви и святителя Кирилла Туровского второй степени. Достоин! 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 Д Многое лето, многое лето, многое лето. Вы экзорсия Белоруссии и в вашем присутствии нам достойно, белорусским казакам, и мне, как верховному атаману белоруссказачества, с моими братьями-казаками. Мы, и это наша главная обитель в городе Минске, всего у нас 32 духовника от нашей православной церкви белорусской. Вот отец полный стоит, и многих, и отец Николай, все они были с нами эти годы, 25 лет, ну и естественно с отцом Игоря. Приятно вас всех видеть, наши наставники, духовники, мы вас считаем. Но главный духовник белорусского казачества, республиканского, является отец Игорь Кристалев. Позвольте от имени казаков члену Совета атаманов белоруссказачества вручить боевую попаху, ну, православную. А, Митра у него есть. Владыка Митра есть, вот это Митру казачью, да, правильно, правильно вы сказали. Митру казачью. Ну и как же у нас казак без бурки? Бурки. Господа казаки, Люба! 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 Поздравляем вас от имени всего нашего первого сестричества, Раина Софиев, Святой Праведной Софиевской. Вы наш организатор, собиратель, вдохновительные, добрые дела, учители, наставники. Мы помним, в своем сердце сохраняем вам благодарность и большую любовь. Пусть Господь вас призывает на вас. Многие-многие лета обидно, свою благодать, своего Святого Духа. Спасибо, Господа. Спасибо, Господи. Батюшка, мы являемся младшим ребенком этого прихода, он всего 11 лет. Но, тем не менее, наш прихода, это действительно наш отчий дом, и вы наш действительно, батюшка. В отчий дом всегда идешь, когда тебе плохо, и ты же надежда и помощь, и здесь всегда ее получают. Мы очень любим наш приход, мы очень любим нашего любимого отца Игоря, который приютил здесь 11 лет, левеет все эти годы. И мы не могли не принести подарок своему отчему дому в четверть века его существования. Дай Бог, чтобы все было и дальше так замечательно, чтобы отец Игорь с нами был еще многие-многие годы. Спасибо, Господи. Спасибо. Мы на работу вручаем с вами. Доташвей. Доташвей, да. Всем нам. И переходим. На прошлой, позапрошлой неделе в Иерусалиме совершалось торжественное событие, празднование 170-летия со дня учреждения русской духовной миссии в Иерусалиме. И по благословению Святейшего Патриарха Московского и Весея Руси Кирилла мне тоже довелось там быть, поскольку в этот раз Святейший направил туда всех бывших начальников русской духовной миссии, ныне здравствующих, живущих. И мы все собрались, начальники, кто сегодня еще в здравии на это торжество, этот юбилей. И, конечно же, молились и у гроба Господней, и на Голгофе, и в Гефсимании, и в русской духовной миссии. И мы, посещая гроб Господень, осветили крестики. И я думал, что же нашим верующим людям в дар привести. Это крестики, которые освящены на гробе Господнем. Молились мы и о нашей пастре белорусской, о наших епископах, о наших священнослужителях. И я сейчас всем вам вручу такие крестики, которые освящены на гробе Господнем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok